Ну что, господа, начинаем нашу работу. Я должен сказать, что мы будем на этом кружке проходить книжку, которая называется «1001 задача по математике». Это стандартный кружок. Я его веду в течение очень многих лет. Начал свою работу в 1982 году я со школьниками. И идея, что надо написать такого типа книжку, пришла в голову в 1991 году. Потому что невозможно все время вести по листочкам, каждый раз думать, какие задачи дать, каждый раз идти, что называется, заново-заново-заново готовиться. А главное, список задач, которые предлагаются школьникам, он не очень велик школьникам 4-5 классов. А список действительно замечательных задач, ну, собственно говоря, 1-2 тысячи их и есть, тех, которые действительно обязательно, очень обязательно нужно изучить. Так вот, на этом кружке мы постараемся изучить эту книжку. Наверняка за год это не получится. В прошлом году такой же абсолютный кружок работал. И мы успели пройти чуть меньше половины книжки. В этом году будет работать продолжение того кружка. И вот мы начали этот. На самом деле я должен сказать, что сейчас, чтобы сказать, немножко не натуральный кружок, здесь всего 3 школьника. А в воскресенье, в крошлое, там была полностью забитая аудитория. Но, может быть, это и лучше, потому что зато будет слышнее. И любой человек в крайнем случае может вообразить себе шум аудитории. Это лучше, чем слышать его. Надеюсь, что те, кто будут смотреть отчеты об этих кружках, найдут себе силу воли для того, чтобы вовремя остановить. То есть, я буду, конечно, читать условия задачи. Да вы, собственно, и сами можете в книжке прочитать. Номера я буду называть. Но толка не будет, если вы будете только смотреть отчет о том, как другие решали, а не найдете в себе силу нажать на кнопочку остановки и подумать над задачей. А уже после этого, когда у вас получится или никогда не получится, смотреть дальше. И уж, наверное, лучше не начинать сразу с ответов, а успеть все-таки внимательно-внимательно выслушать условия. Сегодня мы разберем задачи с 55-й, ну, надеюсь, до 61-й, может быть, больше получится. 55-я задача из темы «Сколько надо взять?». В коробке лежат 10 красных и 10 синих волшебных... волшебных воздушных шариков. Продавец, не глядя, достает по одному шарику. Сколько шариков надо вытащить, чтобы среди взятых вами шариков наверняка были бы два шарика одного цвета. Повторяю, в коробке 10 красных и 10 синих шариков. Вы в темноте, не глядя, достаете шарики. По одному. Сколько шариков нужно было вытащить, чтобы среди взятых вами шариков обязательно нашлись бы два одного цвета. Ну, надо взять два шарика. Два шарика. Почему? Потому что всего два шарика надо одного цвета. Если попадется, то можно взять. Если мы возьмем три, то у нас обязательно получится либо три одинакового, либо один красный, либо два синих. Если мы возьмем три, то у нас будет либо три одинаковых, либо... что вы говорите? Один синий? Да. И два красных. Ну, или еще один вариант. Два синих, один красный. Два синих, один красный. Ну, вообще, да. По-другому нельзя взять три шарика. Согласны? Да. Вот. Здесь есть два одинаковых, здесь есть два одинаковых, здесь есть, здесь есть, здесь есть. Так, а почему нельзя ограничиться двумя шариками? Ну, может, получится либо синий, либо красный. То есть, вот можете указать ситуацию, когда мы взяли два шарика, а при этом двух одного цвета, а среди них нет? Да? Может, пасть один красный, а один синий. Совершенно верно. Мы могли взять, если два шарика красный и синий. Совершенно понятно, что вот уже три взять нельзя, так, чтобы не было двух одного цвета, да? Потому что, если к ним добавить красный, то будет два красных, если к ним добавить синий, то будет два синих. Согласны? Угу. Согласны. Ну что, решили. Единственное, что я прошу родителей, Пожалуйста, не надо вот таких вот эмоций, потому что любая попытка ругать человека, который решает задачи, приведет только к тому, что, ну, перестанет человек думать, и что хорошего. Так, еще я поднял сегодня одну игрушку. Это совсем простая вещь. Называется официально это «Ежик в клетке». Ну, на самом деле, мне это название не нравится. Игрушка очень простая. Деревянная, склеенная из специально обработанных таких легких кусочков дерева. Чуть-чуть ее тронете, она сломается. Поэтому главное, что от вас требуется не применять силу. Я уверяю вас, что можно очень легко вынуть то, что находится внутри, из этой клетки. Все понятно? Да. Понятно. Хорошо. Так, опять, никаких подсказок никому. Очень хорошо. Если ты знаешь, ты допустим, не будешь ее решать. Вот. А нужно с мамой это все поделать. А мы пока пойдем дальше. 56-я. Сколько карандашей надо взять в темноте из коробки с семью красными и пятью синими карандашами, чтобы было взято не меньше двух красных и не меньше трех синих. Давай. надо взять... Только кромочек, чтобы записывалось, чтобы было слышно тебя. Надо взять, допустим, семь красных и семь синих, чтобы все было. Это замечательно. То есть, надо попросить привезти нам еще два синих и взять все. Да? Да. Это замечательный способ, да? Приходишь в магазин, говоришь, мне тут некогда ходить, там, по полной операции. Заверните все, что у вас есть и весь магазин недавно. Да. Услышишь, пожалуйста, условия? Услышишь условия? Да. Сколько карандашей из коробки с семью красными и пятью синими, чтобы было взято не меньше двух красных и не меньше трех синих. Нам хочется денег, как можно меньше карандашей. Вот представьте себе, что за каждый взятый карандаш вы платите. А, да. То есть, наша цель купить как можно меньше карандашей. Ну, вот, например, мы пришли в магазин, а там непослушный ходовец. То есть, вы говорите ему принеси карандаш. Ну, принесите я карандаш, естественно. Приносит, но отказывается выбирать цвет. Вы видите, что всего семь красных и пять синих. Ну, или не знаю, или в темноте. Да? Представляете, в темноте вы находитесь. Ну, соответственно, надо вам для дела два красных карандаша и три синих. Больше вам ничего не надо. Но теперь у меня вопрос, сколько карандашей вам сейчас я произнесу не очень хорошее выражение, в самом плохом случае. Не очень хорошее, потому что нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, что такое самый плохой случай, что такое самый хороший случай. Понимаете? Итак? Не, мне не надо кивать. Мне нужно решение задачи. Отлично. Нет, назад. Продолжение следует... Сколько карандашей надо взять, из коробки, в которой семь красных и пять синих, если всего в ней не меньше двух красных и не меньше трех синих. Надо взять семь карандашей. Свет майнер? Понятно. А объяснить можешь? Да. Если взять семь карандашей, то из них пять синих это будет обязательно. Почему? А может быть они будут все красные? Я не знаю. Мы должны попасться хоть два красных и... Почему? Почему обязательно должно попасться, если мы возьмем семь карандашей и среди них два красных? Ну... Не знаю. Так, у вас ходит здесь и три человека. Я предлагаю вам работать за многих. Давайте быстрее, потому что иначе затянуты получается, да? Десять. Так, ваша версия, что десять. Можете объяснить? Если мы возьмем семь карандашей, то может попасться от семь... Нет, почему семь, его ответ неправильный я уже понял, да? Случайно могут оказаться все красные, да? А если мы возьмем еще... чтобы было на камеру, надо, чтобы вы были... Если мы возьмем семь, это не правильно, нужно будет красные, все красные. А если мы возьмем еще три, то уже точно попадут три синих. Вы согласны с решением? Игрия, да. Давайте еще раз повторите, только медленно и четко. Если возьмем семь, карандашей, тогда могут попасться семь красных. А если возьмем десять карандашей, то эти три карандаша обязательно будут синими. Если мы возьмем девять карандашей, давайте начнем с этого, возьмем девять карандашей, может так быть, что нам не повезет. пример. Девять карандашей это сколько карандашей можно взять, чтобы было плохо? Семь красных и два синих. Два синих. не хватает. Девять карандашей не хватает. Так? Да. Так, замечательно. А десять? Почему десять карандашей достаточно для нашей запрещены? Потому что семь карандашей могут попасть именно вот семь красных. Да, сможет так быть. И? Значит, а мы берем десять. Значит, остальные три точно будем принимать. Какой вариант возможен? Еще какой вариант возможен? Еще сколько может быть красных и синих? Если всего десять. Шесть красных. Абсолютно верно. Шесть и четыре. и еще какой вариант? Пять и девять. Пять и? Пять. Пять и пять. Так вот, господа, на самом деле все. Дело в том, что уменьшать количество красных уже невозможно, потому что тогда синий будет больше пяти, а мы знаем, что синий всего пять. Так. И увеличивать количество красных невозможно, потому что их всего синий. То есть, на самом деле это три варианта и больше нет. Три варианта все. Так, значит, 10 что? Достаточно. 10 достаточно, совершенно верно. Все, спасибо. Ребята, обратите внимание. Молодец. Молодец. Ну, теперь на камеру. Пожалуйста. Так, давайте. Встаньте там в середине. Нет. С игрушкой. Постарайтесь приблизить, чтобы действительно было видно. А вы объясните, как это вынимается. А, ну я вот поставила квадрат по диагонали вот так, игрушку. Ну, только не с таким зверским выражением лица. Знаете, да, на самом деле выходит очень легко. Да. Так, чуть-чуть поверни, чтобы было хорошо видно. Там квадрат, да. И очень аккуратно и медленно, стараясь не сгораживать пальцами. Да-да-да, просовываешь. Ты главную идею не поняла. Не, давай, просовывай, просовывай, аккуратно. Сейчас, я думаю, сейчас будет видно все. О, молодец. Вот так, вот так, было здорово. Отлично. Значит, господа, давайте я попытаюсь объяснить. Здесь смысл в том, что мы вынимаем тетраиды из этого куба так, чтобы ребро проходило вот ровно по диагонали квадрата. Абсолютно по диагонали. И заметьте, тогда другое, противоположное ребро проходит по другой диагонали квадрата. Все видят? Да. Все видят. Объяснить это, на самом деле, очень легко. Когда вы берете любой куб, то можно взять его вершины через одну. Посмотрите, достаточно чуть-чуть перекосить и застревать. А если не перекашивать, то свободно застревать. Так вот, если вы берете кубик и вершины через одну, вот так. Видели? И берете ровно эти четыре вершины и соединяете их отрезками, то получается тетраидер. Вот, вообразите на себя, что у нас здесь, на самом деле, кубик. А это четыре вершины кубика. Поняли? Отлично. Итак, мы брались, вот скажем, здесь за две вершины и здесь за две вершины. Да, вот так. Так вот, что такое противоположный лёгарит у тетраидера? Одно вот такое, а другое вот такое. Согласны? Есть. Да. Называется скрещивающиеся прямые. Вообще, в пространстве прямые что могут делать? Они могут быть параллельны. Это в каком случае? Если они лежат в одной плоскости и не пересекаются. Называется параллельные прямые. Ну, или просто совпадают. Параллельные прямые вот так, да? Лежат в одной плоскости. Прямые могут быть пересекающимися, если они проходят через одну точку. А самые общие и наиболее часто встречающиеся случаи – скрещивающиеся прямые. Они и в одной плоскости не лежат, и не пересекаются. Понятная идея? Скрещивающиеся. Так вот, у тетра это перпендикулярные два ребра одинаковой длины – это скрещивающиеся прямые. И вот посмотрите внимательно. Вот одно ребро, а вот другое. Видите? Да. Вот эти два ребра мы располагаем так, чтобы они соответствовали диагоналям этого квадрата. По длине вот этого ребро тетраэдра ровно такое, как здесь диагональ. Понятно? Да. И, соответственно, другое ребро ровно такое, как другая диагональ. И тогда идеально проходит. Все понятно? Секрет этой игрушки. Да. Замечательно. Кто-нибудь из вас знает игру в 15? Так, знаю, пятнашки. Не знаете? Коробочка. Там квадратики 15 штук и одновременно. И их можно передвигать. Так вот. Недавно я узнал совершенно замечательный вариант этой игры. О котором, собственно, вообще сейчас я хочу рассказать. Ну, конечно, это фабричное изготовление. Самому такое не сделать. Но идея совершенно замечательная. То есть идея совершенно замечательная. Называется «Кулачки на сетке». Игра. Значит, здесь 48 карточек. Давайте я покажу, как она устроена. Вот. Да? Пластиковые такие карточки. Беру любую из них. Вот первая карточка. Кладу. Кладу. Вы видите, здесь курицы. Ну, кто-то говорит, что это утки. Ну, в общем, не будем спорить, каких они тут пород. Что можно делать? Можно вот так вот перегонить. Понятно? Задача сделать, чтобы все яйца были покрыты. Хорошо. Так, гоняйте. Посмотрим, как нам кажется вам это сделать или нет. Ну, все 48 карточки сейчас точно не сделаете. Но интересно, сколько успеете. Так, я по этому поводу продолжу. Ну, господа, я не зря здесь провел чертовку. Дело в том, что, как почти все сегодняшние задачи, у этой задачи есть такое свойство. Ее решение состоит из двух частей. В данном случае это очень просто. Ну, и слава богу, абсолютно видно, что это за две части. Вот это первая часть. Недостаточно взять 9 карандашей. Понятно? То есть, может так случиться, что мы берем 9, и окажется вот такая вот плохая ситуация, которая противоречит условиям, которые у нас есть. Недостаточно взять 9. А вот здесь наоборот. 10 карандашей можно, если берем, вот как угодно, как ни бери, все равно все будет хорошо. 10 хватает, 9 не хватает. Значит, ответ, достаточно взять 10 карандашей, а 9 недостаточно. Понятно? Так вот, в следующих задачах ситуация будет такая же. Практически во всех этих задачах нужно будет показать пример, когда не хватает, и доказать, что как только больше возьмешь, так уже и хватит. 57-я задача. Вы здесь слушайте, здесь условие длинное. Сколько карандашей можно взять... Так, кто-то, кто играет, тоже прислушался. Сколько карандашей можно взять в темноте из коробки, в которой лежат 10 красных, 8 синих, 8 зеленых и 4 желтых карандаша, чтобы в коробке осталось... Внимание! В коробке осталось не меньше 6 синих. Не меньше 6 синих. Повторяю условие. Сколько карандашей можно взять в темноте из коробки, в которой лежат 10 красных, 8 синих, 8 зеленых и 4 желтых карандаша, чтобы не у вас, а в коробке осталось не меньше 6 синих. Прошу. Так, пока вы думаете, для тех, кто не на кружке, а для тех, кто просто смотрит в интернете этот сюжет, я... давайте объясним. Вообще, идея, что занятия малого мехмата, занятия кружков в МЦНМО, нужно сделать доступными не только для москвичей, она, естественно, была давно. Однако, попытки сделать это профессионально или полупрофессионально всегда упирались в одну неприятность. Чтобы сделать фильм, нужна огромная команда, а, сами понимаете, в математике совсем-совсем не такое финансирование. Я очень хорошо помню, как замечательный и очень много знающий и умеющий его ученик Михаил Юрьевич Панов взял и захотел сделать фильм о лекции замечательного математика Сосинского об узлах. Узлы и зацепления. Он нарисовал огромное количество картинок. Между прочим, они сами по себе интересны, и я их очень люблю, зацепления замечательные получились картинки. Именно такие, которые нужны были лектору. Он потратил очень-очень много времени и сил, но довести это до того совершенства, вот, ну, как раз, собственно, добиваются профессионалы, он в одиночку не смог. И стало абсолютно ясно, что или он бросает все дела своей жизни и начинает заниматься только этим, и организует что-то вроде киностудии, или же проект так и не будет завершен. Значит, в начале этого года стало понятно, что количество аудиторий, которые есть у малого Михмата, на глазах сокращается. Нас из главного здания университета перевели в, так называемый, второй гуманитарный корпус, там меньше аудиторий, и так далее, и так далее. И вдруг в тихо живущее, замечательно живущее вот это здание, где мы сейчас с вами находимся, здание Московского центра непрерывного математического образования, хлынул поток школьников, которые раньше ходили по субботам на малый Михмат. Соответственно, в воскресенье вместо обычных моих кружков, в прошлое, я испытал просто какой-то народный потоп. И стало понятно, что так теперь будет всегда, потому что если в каком-то месте аудитории стало меньше, то, естественно, люди придут в другое место. Конечно, я в прошлое воскресенье отработал два раза одно и то же, рассказал, так все время жить нельзя, потому что лучше один раз записать, пусть с плохим качеством, пусть с всевозможными огрехами, которые дает непрофессиональная запись, но надеюсь, что многие люди удовлетворятся этим и не поедут по московским пробкам. Так, решили? То, что? Да. А, думаете, это именно только не меньше 6, именно 7, не меньше 6? Нет, что еще останется, нас мало интересует. То есть нам важно, пожалуйста. Ну, 2 можно. 2 можно, а 3? Если мы возьмем 3, может оказаться именно 3 синих. Следовательно, останется 8 минут 3, будет 5 синих, а не 6. Ну, что, молодец, абсолютно здраво сказал. Если мы возьмем 3 или больше, то случайно мы могли начать с того, что брать синие. Взяли 3 синих, останется 5 синих. Это уже меньше, чем нам надо. А если мы берем 2, то как ни берешь, все равно 6 синих останутся. Очевидно? Больше или 6. Что? Больше или 6, останется синих. Да, совершенно верно, да. Да, совершенно верно. Может быть больше, может быть 6. Хорошо? Хорошо. Значит, здесь ответ. 2 взять можно, больше, чем 2 нельзя. Пункт Б. Хотя бы по одному карандашу каждого цвета. Хотя бы по одному каждого цвета. Ну, то же самое, в коробке 10 красных, да-да-да. Ну, мне 27. 27? Ну, чем так много. Чем больше, тем лучше. Нас спрашивают, сколько можно? Да-да-да. На, пожалуйста. Может попасться 10 красных. Может. 8 синих. 8 зеленых. Это получается 26 карандашей. Да. Нам не хватает одного желтого. Значит, а если мы возьмем 27, то уже точно будут и синие, и красные, и зеленые, и желтые. Ваши желтые. Понятно. Я боюсь, что я вас заболтал. Давайте я прочитаю еще раз условие, хорошо? А вы внимательно слушайте. Сколько карандашей можно взять в темноте из коробки, в которой лежат 10 красных, 8 синих, 8 зеленых и 4 желтых карандаша, чтобы в коробке заведомо осталось хотя бы по одному. Обратите внимание, я здесь поленился, а на самом деле слово «осталось» относилось и к пункту «Б» тоже. В коробке «осталось» хотя бы по одному карандашу каждого цвета. Вы поняли, что вы решили другую задачу? Да-да. Вы... А, кстати, какую задачу она решила? А что? 27 – это действительно ответ в какой-то задаче. Только в какой? Чтобы хотя бы... Чтобы среди взятых. Чтобы среди взятых карандашей было хотя бы по одному карандашу каждого цвета. Тогда действительно ответ 27, да? Ребята, посмотрите. Говорите, говорите. Можно взять 3. Можно взять 3, а 4? А 4 уже нельзя. Почему? Ну, потому что если мы возьмем 4, то у нас может по вас 4 желтых, а у нас там 4. Разумно? Да. Да. Действительно, если мы возьмем 4, случайно это могут быть желтые, и тогда в коробке желтого вообще не останется. Ну и больше тоже, если возьмем, то случайно все желтые могут быть взяты. И в коробке ничего не останется желтого. А если мы возьмем 3, то откуда ни бери, все равно останется. 3, даже если они все желтые, все равно же вот этим останется. Значит, ответ 3 взять можно, а 4 уже опасно, уже нельзя. Победа? Нет. Молодцы. Двинулись дальше. Двинулись дальше. В ящике, ну, тут уже ужасно, тут уже много, совсем много. В ящике 28 красных, 20 зеленых, 20 зеленых, 12 желтых, 20 синих, 10 белых и 10 черных шариков. Сколько шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди вытащенных было бы не меньше 15 одного цвета. Среди вытащенных. То есть мы пришли в магазин, нам нужно 15 одинаковых предметов одного цвета. А нам дают случайно. Тащу, 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 тащу. Так вот вопрос, сколько в наихудшем случае придется взять, чтобы 15 одноцветов было бы? Да, хорошо? 21. 21. Вы не переглядывайтесь. Тащу. Поехали. В ящике 28 красное, 20 зеленых, 12 желтых, 20 синих, 10 белых и 10 черных шариков. Сколько шариков надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди вытащенных шариков обязательно оказалось не менее 15 шариков одного цвета. Не 20 на 20, потому что мы можем достать. Какое количество черных, если мы вытащим 21, то 15 будет, а остальные из других, хорошо? Говорите, говорите, что-то ваше мнение. Не привезти. Скажите, когда может не привезти? Когда будет 12 желтых и 9 белых. А правда? Да. 12 желтых и 9 белых. 21, а 15 одного цвета нет. Да. Так, значит, надо больше. Надеюсь, вы садитесь. Кто все-таки ответов на это? Вы посчитайте или пишите в тетрадях. Не обязательно все устно делать. В предыдущих задачах правда все можно было устно, а здесь уже можно что-то посчитать. А? Да. Надо достать 36 шариков. Доказалось. То есть 35 не хватит, а 36 уже хватит. Да. Замечательно. Объясните, почему 35 не хватит. Потому что мы... А, ну я пересчитал. 36 на сливку много. Слишком много. Ну, по крайней мере, 28 красных это может упасть 20. А почему ты думаешь, что мы начнем именно с красных? Ну, не знаю. Почему мы должны начать, взяв именно все красные, все 28? Ну... Кстати, если мы начинаем с красных, то вообще 15 штук достаточно. Взял 15 красных и все. Но мы не можем знать, мы не можем выбирать. Взял 15 красных. Понимаете? Когда мы берем шарики, мы не выбираем их цвет. 77? Ну, опять, надо показать пример, когда 76 не получается. А объяснить потом, что 77 это уже в самый раз. Пожалуйста. Напишите прямо, почему 76, когда 76 берешь и не получается. Пишу. Столько-то таких, столько-то таких. А лучше под каждым из этих цветов написать, сколько мы возьмем, соответственно, еще цветов. Хорошо. Подмел есть? Здесь может 10. Да. Хорошо. Здесь тоже есть. Это может 20. Здесь может все 28. Да. И у нас нет 15 одноцветных. То есть берем все 28, а при этом 15 одноцветных нельзя. Как забавнее. Родители не подсказывайте. Не для тех, кто здесь сидит, а для всех родителей, всех-всех-всех-всех. Хочу сказать одну простую вещь. Пожалуйста, дайте людям, своим замечательным детям, самим сделать ошибки. Не ругайтесь. Понимаете? Люди думают. Ничего страшного в этом нет. Это не преступление. Это совсем не преступление сказать неправильный ответ задачи. Наоборот, если мы будем на это как-то нервно реагировать, то ничего хорошего не будет. Смелее и быстрее. На самом деле он начал писать абсолютно разумно. Егор написал 10, 10. Просто надо это продолжить. И все получится. Пожалуйста. 71. Вы мне продолжите вот это. Нет. Да, пожалуйста. Это 10 здесь? Да. Здесь, допустим, можно... Так, давайте я сотру. Это 15. Число 15 же все запомнили? Да. Да, пожалуйста, решай. Здесь, допустим, она 12 возьмёт. Только не допустим. А разумеется, разумно здесь взять именно 12. По той простой причине, что когда мы берём 12 жёлтых, то 15 всё равно не добралось. Понимаете? Вам нужно 15, а вам продают 12 жёлтых. Ничего не сделаешь, потому что в темноте всё это происходит. Здесь может быть 14. Здесь 14. Отлично. Дальше. А здесь, если будет 15, то будет... 15 будет 15. На самом деле, чтобы нигде не было 15, надо сюда тоже написать 14. Господа, смотрите. Да. Это ситуация, которая перед тем, как у нас будет 15. Понимаете? Вот представьте себе злой-призлой продавец, который хочет вам продать как можно больше товара и ни за что не выполнить ваше желание. Вот таких, конечно, не бывает, но тем не менее, такая ужасная бяка нашлась на свете, да, во наших фантазиях. Вот эта бяка здесь поднимается нам. И эти 10, и эти 10, и здесь 12. И потом по 14 всех их. А вот дальше последняя салонка. Какой ни возни, и у нас уже получится 15. Согласны? Значит, что осталось сделать? Осталось сделать плюс. Господа, посчитайте, пожалуйста. Угу. 64, 64. 64. Система, правильный ответ, 74. Это наибольшее количество, когда 15 одноцветных еще нет. А значит, ответ в задаче? 75. Конечно, 75. 75. Как, кстати, господа, пока мы тут решали, на самом деле была сделана первая картинка. Тебя увидели? Яйца видны? Да, кольцами. Нет. Ну, собственно, вы сделали, поэтому вам неудивительно, что они видны. Слушай. Хорошо. Я буду, да, всем поиграть. Так, значит, задачу мы решили. Нужно нам двигаться дальше. Номер 59. В темной кладовой в беспорядке лежат ботинки. 10 пар черных и 10 пар коричневых. Так, значит, эти ботинки, левый и правый, это разные. Сколько ботинок надо взять, чтобы среди них непременно оказалась пара, левый и правый, одного цвета. И в скобках, в этой задаче примечания. В темноте нельзя отличить не только цвет, но и левый ботинок от правого. Вы, конечно, мне сейчас начнете объяснять, что там вы пощупаете, посмотрите, куда там что и отличите. Но вот в задаче считается, что отличить нельзя. Они настолько мало отличаются, что вы на ощупь не сумеете. Я вот не верю, но тем не менее, задача написана. Так вот, представьте себе, что кто-то принес в темный-притемный чулан 10 пар черных ботинок и тщательно разбросал их. То есть ботинок от ботинка далеко-далеко, и потом перекидывал так, чтобы запутать все. И туда же принес 10 пар коричневых и после этого тоже еще долго разбрасывал. В результате абсолютный хаос. Неизвестно как он что. И вы, да. То есть на этот раз нельзя пару разрывать. Это в задаче не написано, но подразумевается. Итак, вот человек первого размера. Давайте я буду галошу рисовать кружочком. Второго. Третьего. Четвертого. Пятого. Шестого. Шесть человек, да? Пришли в гости, поставили свои галоши. И вдруг, и вдруг, они когда уходили, то пунктали. Между прочим, вот тут летнюю школу мы проводили. И выяснилось следующее забавное обстоятельство. Когда у родителей и у детей было, кстати, у детей меньше, у родителей в основном, была возможность, что называется, покачать права и попроситься в какую-то группу, то все время, скажем, если ученик второго класса, все время. Опустите меня в третий, опустите меня в третий, пустите в четвертый. Что забавно, у школьников шестого, седьмого, восьмого класса этого уже не было. То есть они уже абсолютно спокойно относились к тому, ну, семиклассник и семиклассник. Буду учиться рядом с семиклассниками. И вот маленькие просто рвались. Дайте мне побыть, там, первоклассник говорят, дайте мне побыть со второклассниками, там, две с третьеклассниками. И вот представьте себе, что они вот в такой же болезни заразились. И маленькие очень хотят быть большой обуви. Вот вопрос, насколько они могут ухудрять? Ну, да. А вопрос, какой это за задача? Сколько человек могли остаться несчастными? Представьте себе, что у нас можно маленькому надеть большую обувь. Ну, Господи, взял пачку газет, натолкал себе между своими ногами галоши и пошел. А вот большому, вот этому, одеть такое? Гораздо сложнее. Вот вы вполне можете себе представить, что вот этот, там, взял, я не знаю, как-нибудь, там, приклеил, да? В общем, залез так-то в это и поплыл. А назад гораздо дурнее. Давайте прочитаю точно. В гости пришли шесть человек в галошах разного размера. Расходились по одному. И некоторые надевали галоши большего размера. Сколько могло остаться гостей, не сумевших надеть галоши? Да? Один. Один. Можете показать пример, когда один человек пожил, один человек не надел? Ну, например, первый человек один, этот раз не надел. Нет, нет, на секунду, секунду, да. Они все-таки, потому что такой степени не ходят. А, вот. Понимаете, если он просто первый соберет себе галоши и уйдет, то, конечно, пять человек останется несчастных. Нет. Каждый одевает только первый человек, самый маленький, возьмет и оденет галоши самого большого и уйдет. А все остальные наденут свои галоши. Нет, одну, а эту галошу. Нет, я уже сказал. А, одна? В этой задаче галоши на пару недель, иначе будет сложно, и мне не интересно. Итак. Сколько? Нет, на самом деле она все правильно сказала. Да, один. Один, первый, надевает галоши шестого, выходит, а все остальные надевают свои. И все. Это нормальная ситуация. Один человек остался без галоши. Значит, возможно, ситуация, что один человек без галоши. Ну, кстати, что ноль человек, такая ситуация, тоже понятно, возможно. Это просто все должны по-честному надеть свои галоши и разойтись. Вот. То есть, ноль тоже бывает. А вот интересно, бывает, чтобы было двое несчастных? Ну, наверное, да. Скажи. У меня вот три получились. Может. Три даже? Ну, давайте. Хоть два, хоть три, только надо доски продать. Первый, наденет галоши второго, третий, четвертого, пятый, шестого. То есть, у нас уже три человека. Первый, третий и пятый ушли. Их уже больше нет. Так? Да. Вот человек, который шестой размер, не может надеть. Уже все, да. Человек, который шестой, уже несчастный. Да. А четвертый тоже несчастный. Четвертый может. Это вы зря так думаете. Потому что четвертый вполне еще может. Что он может надеть? Пятый. Конечно. Он может надеть галоши пятого. И уйдет. А второй, третьего? А второй, третьего? Да, второй, третьего. То есть, при вашей системе только один будет несчастный. Так. А обещали двоих? А больше только два. Может, можно. Можно. Вы просто не подумали еще. Надо вот такие стрелочки поставить и придумать так, чтобы двое оказали в них состояние шока. Первый может надеть галоши шестого, второго, пятого, третий, четвертого. Отличная идея. Отличная, замечательная идея. Смотрите. Смотрите, как это просто. Первый, второй и третий одевают большие галоши. А в синий, четвертый, пятый и шестой? Они уходят. А четвертый, пятый и шестой, разумеется, не могут залезть в маленькие галоши. Значит, трое могут остаться без галоши. А вот интересно, двое могут? Да, могут. Покажите такой пример. Скажите, куда мне поставить стрелочки, чтобы... А, ну это мой. Диктуйте, от кого куда? Не надо выходить до 100, диктуйте. Первый оденет галоши шестого, второго и пятого, а третий свои оденет. И четвертый двое. Да. Замечательно. Потому что все это естественная мысль. Первые двое надели большие, пятый и шестой. А третий и четвертый надели свои. Они еще. Действительно, тогда пятый и шестой остаются без возможности надеть галоши. Значит, все, четыре варианта возможны. Ноль, один, два, три. Ну и теперь простой вопрос. А четверо могут? А пятеро? А так, чтобы все шестеро? Объясните. Ну, давайте, значит, с самого дурацкого вопроса. Почему не может быть так, что все шестеро вышли и никому нет галоши? А потому что они могут выйти в семь из галоши? Потому что когда они все шестеро вышли, то у нас никаких воров, там нет задачи, правда? Да. То у нас перед ними стоят в точности их шесть пара галоши. Разумно? Да. Так, значит, шесть не бывает. Шесть не бывает. Так, а пять. Тоже нет. Почему? Потому что один, допустим, первый. Нам бы еще объяснить, почему не бывает пять и почему не бывает четыре. Потому что первый может одеть шесть. Нет, 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 секунду. Вот это плохо уже. Потому что вы сейчас начинаете перебирать варианты, кто что может одеть. И так, конечно, решить задачу можно, но это длинно. А главное, причину вы при этом не поймете. Понимаете, переборные решения, они не всегда хороши. Лучше понять суть дела, да? Если не пятый. Не, не, опять, не надо, так оно и делается. Я вас спрашиваю, почему, например, четверо не могут остаться? Вот представьте, на крюльцо выходит пять человек. Да, говори, говори. Почему все оденут свои галоши, допустим? Почему все свои? Ой, один может... Пятеро не могут одеть галоши. Это значит, что один, как кто-то, пяка какая-то, вышел, одел чьи-то галоши, и после этого пятеро его товарищей, несчастные, стоят, ничего сделать не могут. Так? Да. Возможно такое? Нет. Почему? Потому что один человек может одеть только одну пару галоши. Один человек может одеть только одну пару, согласен? Да, а шесть, ну, их всего шесть. Да. Если пять... На самом деле он может повлиять только на две пары. Он, ну, тем, что есть его пара, да, он как бы к ней имеет отношение. И он чью-то пару может одеть. Ну, извините, а остальные четыре пары, они вообще к нему отношения не имеют, согласны? Да. Вот, поэтому, если у нас один человек вышел, одел галоши чьи-то и ушел, то, ну, с его галошей может быть проблема. Кстати, какая может быть проблема? Проблема такая, что, например, это могут быть самые маленькие из галоши, из галоши, к которой никто не лезет, да? Вот, и может быть проблема с тем, в чем он ушел. То есть, две пары могут быть под подозрением, а все остальные четыре пары точно, ну, как они стояли, так стоят. Их хозяева могут в них войти. Кстати, ровно так же, если два человека вышли и одели галоши. Смотрите, у этих двоих, ну, даже если это двое самых маленьких, то вот под подозрением стоят эти две пары галоши, да? И еще они, так сказать, напали на какие-то две пары. Согласны? Вот, значит, четыре пары под подозрением, да? А две пары остались, и их хозяева спокойно выйдут. Что-то поняли? Ну, да. Поняли. Ну, и сейчас, действительно, решение... Вопросчиков не будет, друзья. Вообще, неплохое решение мы отобрали. Неплохое. Вот представить себе, действительно, как люди выходят, скажем, два человека выходят на кольцо, надевают галоши, уходят, действительно, в это, ну, притянутое, собственно говоря, их пара галоши и те, что они надели. Максимум четыре пары. Но на самом деле можно гораздо проще все объяснить, да? Проще, проще можно. Методного противного. Пусть стоят у нас четверо на крылечке, и не могут надеть галоши. Четыре человека. Вы понимаете, что у них четыре размера галоши? Да. Четыре размера. Но перед ними стоят тоже четыре размера. Причем четыре маленьких размера. Согласны? Да. Потому что, если бы перед ними стояли... Ну, стоял их небольшой размер, то они бы вошли. Да, пожалуйста. Давай, давай. Повтори. Быстрее. Вот перед ними стоят четыре пара галоши. Их четверо. Да. Тогда получается, что восемь человек. Не человек. Размеров галоши. Размеров восемь размеров. Галоши. А размеров всего шесть. Да. Значит, не получается, что четыре человека остаются без обуви. Молодец. Если на кроличности стоят четверо, которые не могут надеть галоши, то у них четыре размера. Да? Это четыре больших размера. И галоши, которые остались, тоже четыре размера. Маленьких. Получается, всего восемь обязательно есть размеров галоши. А у нас задача всего размеров галоши. Шесть. Шесть. Так, ну здесь еще есть пункт Б. Есть ли гостей не шесть, а семнадцать? Господа, единственное, я вам сейчас в семнадцатый кружочках рисовать буду. А вот числа одного до семнадцати напишу. То есть, имеется в виду, у первого самый маленький размер. Вот они. Семнадцать человек. У семнадцатого огромное, у первого самые маленькие. Так, ну давайте не будем сейчас подробно анализировать. самое большое количество людей, которые могут остаться с невозможностью надеть галоши. Да? А девять? Девять. Проставьте, пожалуйста, стрелочки. Ой, восемь. Ну хорошо, восемь, да. Проставьте стрелочки, проставьте стрелочки. Первый. Одевается пара последнего. Второй. Шестнадцатая. Только быстрее. А третья одевается права. Обратите внимание, что можно рисовать и над, а не только под. Надцатого. Четыре. Четвертого. Четыречного. Пятый. Треладцатый. Шестой. Быстрее. Треладцатый. Двой. Одинского. Ага. Двадцатого. Трелёный. Девятый свои. А что, младенец? То есть, как это можно короче было сказать? Восемь. Маленьких. Кстати, абсолютно не важно, в каком порядке. Нападают на больших. Правильно? Война. Да, да. Мулышей. Детский сад прибежал, отобрал у взрослых обувь и убежал. Разумно? Маленьких. Естественно. Нечего большого хотим. Маленькие тоже хотят. Вот. Значит, девятый остался в своих. Он такой промежуточный, да? То ли большой, то ли маленький. Не знаю, что вы видите. Замечательно. Восемь человек могут остаться, глядя на маленькие галоши и не имея возможности сами надеть. Так, ну и теперь, так же, как в предыдущей задаче. Почему не может быть, что девять человек стоят на пролечке, не могут? Потому что у нас только 17 размеров обуви. Да. Девять человек уже одели большие. Нет, не девять, наоборот, девять не могут одеть. Ну, восемь. Восемь, да. Одели, представьте себе, ушли, и после этого девятеро не могут одеть. Да. Да. Почему такая ситуация невозможна? Потому что все равно в любом случае остается один больший размер. Ох. Вы хорошо начали. Пожалуйста, пожалуйста, конечно, не хуй. Не, 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 выходите. Нужно, чтобы вы стояли, у вас камера была. Я решала, смотрите, 17 нельзя разделить на 2. То есть... Нельзя. Я разделил 16 на 2, и получилось, что в середине человек ничего не возьмет. Только свою жизнь. Угу. Ну, если честно, это еще хуже, чем говорил у Саши. По той простой причине, смотрите, по той простой причине, что Саша пыталась рассматривать общую ситуацию, а Егор напоминал на свое решение. То есть он убежден, что... Давайте я такую историю скажу. Много-много лет назад я проводил на молодых мате занятия. Оно было посвящено играм. И был тамкий мальчик. Ну, такой ондеркинд, замечательный, умный мальчик. Я был абсолютно уверен в себе. Я рассказываю там, вот такая игра, вот там так, играть, да? И спрашиваю, вот в такой-то позиции кто выиграет? Огромная аудитория 14-й 8-й мата, и раздается звонкий на всю аудиторию детский голос на вопрос, кто выиграет. Я! То есть, его совершенно не волновало играть за первого, играть за второго. Он просто понимал, что он умный школьник. Поэтому в любой игре, неважно какая позиция, все равно должен выиграть он. Кто выиграет? Я! Вот точно так же, сейчас на самом деле Егор, ну, в более яркой форме, конечно, Егор убежден, что уж если в его способе не получается, то понятно, что ни у кого другого точно не получится. Правда? Вот, ребята, ну, может, вы и умные. Но нужно доказать, что ни у кого никогда не получится. При любом способе, вот как не выбирать, но не могут восемь человек убежать таким образом, что останутся девять, которые не могут надеть галоши. Не то, что ваш способ самый лучший. Ваш способ, который действительно естественный, да? бунт волши, это так здорово. Вот ваш способ естественный, но вдруг кто-то придумает какой-то другой способ. нет, вспомните, в задаче, когда было шесть человек, у нас было даже два разных решения. Любое из них, вспомните, оно получится. А, можно еще по-другому это решить. Нет, по-другому не надо. Вспомните, любое из двух уже имевшихся решений. этого уже будет достаточно. Или хотите свое? Пожалуйста. Я готов выслушать Ивашу. Еще одно решение. Пожалуйста. Быстрее. Игорь. Это вы опять фантазируете на тему как же могут надевать. разговор не о том, разговор о том, что как бы не надевали, все равно не может так быть, что девять человек выйдут, вышли, а надеть им уже нечего. Если у нас ушли только восемь человек, то кому-то из оставшихся девятилек удастся надеть колокол. Вот это нужно доказать. Способов очень много. Вы не сможете перебрать все. Нужно какое-то общее рассуждение. Да, в восемь одели обувь. Что? Вот в восемь одели голубь и ушли. Да. В восемь одели и ушли. Остаются, значит, девять галош. Да, конечно. Пар. На и сто. И из них ушедшим может принадлежать максимум восемь. Восемь. Значит, обязательно есть какая-то пара, которая принадлежит собственно своему хозяину. Пожалуйста, что вы хотите? честно. Ну, вот мысли девять человек. Да. Перед ними стоят восемь пара. Да. И если... Девять, конечно, они восемь. А, да, девять. Вот. И если какой-то вот человек оденет самые большие, то обязательно один остается... Честно, мы же произнесли решение. Уже бы все сказали. Надо просто было остановиться. Давайте я повторю ваши слова. Вот, ну, вот это так, угодное слово, можно без него. Вышли девять человек. Было такое? Было. Перед ними девять пар. Это правда. Что надо было добавить? Что вот этим девятерым у них каждый есть свой размер обуви. Так? Этим девятерым. Вот эти самые девять пар не подходят. Почему они не подходят? Ну, потому что маленькие. Да. Потому что эти пар маленькие. или нет? Да. То есть у нас на лице стоят девять человек больших. Перед ними девять воробови маленьких. Значит, размеров всего сколько? Минимум. Девять маленьких размеров. Восемнадцать? Конечно. И еще девять больших. Восемнадцать. А значит один. А размеров у нас на самом деле всего семнадцать. Да? один из вышедших там с этого размера? Ну конечно. Понятно? Девять плюс девять это слишком много. Спасибо. Спасибо. То есть вот решение, которое было для шести про размеры. Помните, у нас там было? То есть четверо вышли и четыре маленьких размера, то есть четыре плюс четыре это слишком много. Оно один к одному переносит сюда. Если вышли девять и не могут одеть, то осталось девять пара маленького размера. Девять плюс девять это слишком что? Слишком много. Это больше, чем семнадцать. И решение с нападениями тоже можно было сказать. Смотрите, пусть восемь человек что сделали выслушать? Выслышали, что в чужое, в свои. Не важно. важно, что они могли испортить только восемь пар. Правильно? Каждый из них ушел в какой-то одной паре. Восемь пар испортили. Ну хорошо, еще восемь их собственных пар. Ну они могут быть просто слишком маленько. Восемь плюс восемь это сколько? Шестнадцать. Шестнадцать слишком мало, поэтому обязательно кто-то найдет кто-то своей собственной области. Все? Да. Отлично. последняя задача сегодня что занять? Винни-Пух шестьдесят первая. Пятачок, кролик и ослик как зовут ослика? Я. Я. Вместе съели семьдесят бананов. Причем каждому сколько-то досталось. Винни-Пух съел больше каждого из остальных. Но мы помним, что Винни-Пух прозорлив. Винни-Пух съел больше каждого из остальных. Кролик и ослик съели сорок пять бананов. Сколько бананов досталось ослику? Винни-Пух пяточок кролик просит и ая вместе съели семьдесят бананов. Каждому хотя бы один банан достался. Винни-Пух самый прожорливый. Он съел больше. То есть если кто-то съел десять бананов, то Винни-Пух обязательно или одиннадцать, или двенадцать, или больше, но больше. Винни-Пух съел больше любого из остальных. Кролик и Пятачок съели в месяц сорок пять штук. Скажите, пожалуйста, сколько бананов съел ослик? Оказывается, на этот вопрос можно ответить. бананов Спасибо. Пока это решают, я скажу следующее. Семьдесят часов в исполнении Андрея Николаевича Квашенко уже записано. Это замечательный биолог, который прочел курс драконоведения. Он, конечно, ориентирован не на четвероклассников, а на чуть более старших школьников, на шестой, седьмой, восьмой, или на более старших, естественно. Выложено на сайте Московского центра литературного литературного образования. Адрес очень достой. mdcmi.ru Касает филбукс, т.е. кружки. Касает филбукс, из-за черта bio.htm Ну, естественно, это ссылка не на все семьдесят часов его, а на файл, который надо прочитать, там, все семьдесят ссылок найдете. Совершенно замечательный эклекторий. В ближайшую субботу, то есть завтра, да, начнется работа эклектория по биологии. По субботам в университете уже который год читают лекции. Сергей Анатольевич Глаголев и еще два замечательных человека. Квашенко и Исков такие два замечательных биолога. Очень советую. И куст Ракона Вени, совершенно потрясающий. И сам лекторий по биологии действительно достойный того, чтобы туда ходить. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Решение задачи будет, прошу. Да. Ответ правильный. Почему? Потому что кролик и патачок могут съесть 22 и 23. Нормально. 22 и 23. Винни-Пух, самый прожорный, он съел 24, наверное. Да, он съел. А вот только остается один. Да, потому что... Секунду, секунду. А другая ситуация. Здесь 23, здесь 22, здесь 24. А О слегка. Так, значит, это минус здесь. А это ИАИА. Так, а еще ситуация возможная? Ну, да. Возможная. Возможная. Проверенная? На самом деле, будет быть ситуация другие невозможная. Невозможная они на очень простой причине. Невозможная не по очень простой причине. Если у нас кролик и патачок съедят непримерную форму, ведь 22-23 это меньше и больше половины. Правильно? То есть мы 45 разделили почти в форму. Если будет перекос, например, кролик съест 21, а патачок 24, то тогда Винни-Пух съест больше, то есть 25, по крайней мере. А ИАИА ничего не достанется. Поэтому, чтобы ИАИА достался хотя бы один банан, обязательно нужно, чтобы кролик и патачок съели почти в форму. Кто-то 22-23. Чао-то.